Всем привет! Это очередной выпуск неправильного обзора ножей. Кто следит за моим творчеством на YouTube, тот в курсе, что цель всего моего нажиманства собрать 110 ножей БАК-110, она достигнута. И поэтому я продолжаю вас знакомить с этой своей коллекцией ножей. Сегодня мы посмотрим на кастомные баки 110. Когда-то кастомизацией баков 110 занималась сама фирма БАК. Было вот такое вот ателье БАК Кастом, и оно выпускало вот такие вот прикольные лимиточки. Вот в таких вот прикольных футлярчиках, которые просто витринка поставил себе и наблюдали. Здесь вот у нас как раз на этой лимитке, под номером 117, изображена вот та самая первая кудница БАК, где товарищ БАК и делал свои первые ножи. То есть, вот это вот первый завод БАК, изображен вот здесь вот. Как видите, это действительно лимитка. Вот, прям написано БАК Кастом. И лезвие, понятно, в зеркало. Вот здесь у нас золотом что-то нанесено. На рукоятке какой-то прикольный кап какого-то дерева. Болстеры обычной латурны. Ну и, в общем, вот такие вот, вот такие вот когда-то сама фирма БАК делала лимиточки. А сегодня тоже можно у них кое-что заказать. То есть, вы звоните прямо на этот БАК или заходите на них в сайт. И там вы можете себе заказать что-то по вашему вкусу. И тогда оно вам приходит вот в таких вот новых современных коробочках. Единственное, что вот здесь вот сзади будет написано Custom Knife. Это значит, вот видите, Custom Knife. Это значит, что кастомизацией занималась сама фирма БАК. В частности, вот у нас есть 110-й БАК с железным деревом. Вот, с железным деревом, плюс еще с прорезями. Итак, открываем. Открываем, смотрим. Та-дам! Вот такой вот классный БАК 110-й. БАК 110-й с рукояткой из железного дерева. И вот здесь у вас должно быть написано БАК. Вот, посмотрите. Вот это вот современный вариант кастомизированного ножа. Здесь также написано, что это БАК Custom Edition. То есть, прям, как оно должно быть. Кстати, в S35. Нет, в 30-ке. S30V. Ну и понятно, что вы можете выбрать, какой вы хотите гринд-клинка. В данном случае у нас здесь вот это вот с пирпонди, я так понимаю. Вот это вот в железном дереве. Кстати, какой у вас будет чехольчик, из какой кожи, вы тоже можете выбрать. А вот у меня есть тоже Custom, только уже в другом варианте исполнения. Здесь уже традиционная у нас кожа. Но зато уже это, правда, здесь дерево другое. Тоже, как говорится, написано, что это что. Тоже S30V. Тоже написано, что это Custom Knife Shop. То есть, тоже само сделано. Вот это вот клеймо. И что у нас здесь? Индиго. Дерево Индиго. То есть, вот это вот у нас Индиго. В комплекте поставки, ну вот с этой коробочкой, вам идут еще куча сертификатиков. Вот давайте. Давайте насладимся тем, что вот какой-то товарищ Крафтсман. Ну, не знаю, кто это такой. Вот он это подписал, что это создал. Здесь написано, что это, что здесь гарантия. И здесь написано о том, что же это за материал такой, я так понимаю. Черт его знает. Но приятно, что тебе вот сюда вот наклали всякого рода сертификатиков. Здесь у нас уже не латунный болстер, а из никеля. То есть, можно и болстер выбрать. То есть, у вас есть все возможности получить кастомный нож. Бак 110. Непосредственно на фабрике. Можно выбрать все, вплоть до материала самих ножен. Это вот как дела обстоят сейчас. Понятное дело, что это не все мои кастомные ножи. Давайте, так сказать, пробежимся. Пробежимся по тому, что же у меня есть в коллекции. Так, отложили. Отложили. Достали. С чего бы начать? Вот такой вот есть ножик. Видно, что он в вишневом дереве. Тоже вот написано, что это баг кастом. То есть, это старое ателье. Здесь даже чак-баг расписался. Ну, этот ножик прикольный, потому что у него вот олень вот так вот выдолблен лазером прямо в клинке. Прикольно? Прикольно. Тоже вариант кастомизации. Немножко более ранний. Опять-таки, здесь мы видим вот этот вот клеймо, что это баг. Здесь у нас на клинке, дай бог памяти, что, по-моему, здесь этот как раз этот 5160. Но, опять-таки, SpearPoint кто-то выбрал. Кто-то выбрал себе другой вариант накладки. Немножко даже патиной покрылась. Вот такой вот у меня есть прикольный ножичек. Так. Следующий вариант из того же магазина. Опять-таки, мы видим, что здесь у нас вот это клеймо баг. Оно не совсем обычное. Оно именно такое вот магазинное. Здесь у нас написано, что это 5160. То есть, тоже можно выбрать эту столюку. Ну, и товарищ, который выбирал, он выбрал сюда накладки из вот такого вот рога. То есть, это с рожками. Рог на накладки. Вот видим, как бы, можно и столюку выбрать, и гринт, и материал накладок можно выбрать. В принципе, можно выбрать не только дерево или рога, но и кости. Вот у меня есть вот такой вот бак. Достаточно старый. Но, как видите, здесь вот из завода была кость. Прям давным-давно его выпустили. Судя по тому, что у нас здесь на клейме стоит четыре точки на клейме, то это где-то с 82 по 85, наверное, выпускали. Вот был где-то в этом промежутке выпущен этот прикольный ножичек. Не обязательно вам на фабрике где-то заказывать вот такую вот кость. Вы можете ее вставить сами. И у меня есть пример вот такого вот ножика, где товарищ сам вставил кость в рукоять. То есть, в принципе, никто вам не мешает. Вот можно кастомизировать. Вот такой вот типа подбитый камень. Если у вас есть какие-то вот, видимо, у него были какие-то старые накладки. И он старые накладки сюда, так сказать, приклеил. Кстати, неплохо получилось. Нож, кстати, прям так хорошо сидит в руке. Оно прям приятненько. Ну, в общем, вот такой вот у меня есть тоже классный вариантик. Что у нас здесь есть тут еще? Вам показать. Ну, вот тоже вариант кастомизации. Уже как бы уже более продвинутый. Тоже товарищ взял обычный бак 110. Но вот сюда вот можно, во-первых, напилять всякого разного. Во-вторых, сюда можно поставить вот этот шпенек-открыватель. В-третьих, здесь накладки можно сделать какие угодно. В данном случае вот это вот очень интересный ножик. Поэтому, что этот нож светится в темноте. То есть, вот эти вот накладочки, они прям светятся. Плюс, он видно, что товарищ разбирал этот ножик. Потому что, как иначе, сюда можно нарезать вот эти вот, вот эти вот всякие вот нарезки. Ну, и здесь еще стоит непосредственно подпись и этого товарища, который это делал. Ну, и дата, когда он это делал в 22-м году. Прикольный ножик, светится в темноте. Еще один, еще один кастомный ножик. Прям кто-то конкретно заморочился. Потому что здесь у нас камень на рукояти. Вот, тоже, тоже очень древнючий. Ножичек с камушком. То есть, если вам не хватает эпоксидки, не хватает костей, не хватает, так сказать, рогов и не хватает дерева, можно поставить вот такой вот кабушек. То есть, вот прям видно, здесь вот заклепки, они не оригинальные. Товарищ это все сам делал. И вот здесь вот у нас на рукояти прям камень. Вот можно прям почувствовать, что это камень. Ну, чтобы для веса было прям, чтобы было хорошо и совсем. Так, тоже еще один пример кастомизации, так сказать, от себя. Это уже юбилейный ножик. То есть, кто-то взял юбилейный ножик. На него насадил вот такую вот штуку для открывания. Вот типа такой, только более другую. Ничего особо здесь не сделал, но здесь такие подперламутр. Вот эта вот рукоятка подперламутр. В темноте не светится, я проверял, но это тоже прикольно. Выглядит прям классно и здоровски. Тоже, если как бы вам самому что-то хочется сделать, вполне можно сделать вот такую вот кастомизацию. Здесь вот ножик, посвященный явно американскому флагу. То есть, вот здесь у нас флажок нарисован. Здесь у нас флажок нарисован. Можно посмотреть, как это сделано на рукояти. Здесь тоже типа вот американские флаги просто перевернуты. Ну, и здесь у нас налили такой типа эпоксидки, которая состоит из цветов этого американского флага. И вот можно посмотреть, как оно там все переливается. Такое достаточно прикольно, красиво. Очень так сделано. Сделано достаточно интересно. Это прикольный момент, когда люди вот так вот кастомизируют. Это прям классно. В принципе, еще один вариант такого же кастомизации. Вот здесь просто эпоксидка такая вот разноцветная. Но поверьте, выглядит это очень классно. Оно не так красиво заполировано, как здесь. То есть, здесь оно просто... Вот прям видно, как оно заполировано и гладенько-гладенько. Здесь прям классно сделано. Здесь немножко такое оставили матовое. Но, тем не менее, вот очень классный, прикольный ножик получился. И он имеет вид. Он прям выглядит, как настоящий, ну, кастом бака 110-го. Кастомизировать баки 110-й можно не только добавляя туда что-то на накладки. Ну, и, например, можно добавить какую-то надпись. Какой же я, типа, был бы владелец коллекции бак, если бы я на него сам бы что-то не кастомизировал. Ну, вот, видите, лазером заказал надпись на один из своих баков. Вот, не будь бомжом, ходи с ножом. Вот, как бы, чтобы вы имели... Чтобы у меня был свой, тоже, так сказать, кастомный бак 110-й. Ну, вот такая вот у меня есть коллекция вот этих вот кастомов. Как видите, как видите, все прикольно. Все как и должно быть. Есть заводские варианты. Есть, как бы, сам подобрал, что хочешь. Есть, сам, что хочешь, сделал. Прямо дерево, рога, кости, эпоксидка, камни. Какой-то пластик вот здесь вот под пиламутр что-то сделано. Есть, где добавлено зацепы. Есть, где добавлено какие-то вот узоры на рукояти и так далее. Ну, и я вот сделал для себя, для себя вот сделал вот с такой вот надписью. Все понятно, что это немножко, так сказать, кустаргийка. Потому что, потому что есть специально, есть особые фирмы, которые прямо специализируются на том, чтобы кастомизировать баки 110-й. И я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Сейчас я это сложу. Речь идет о Yellowstone. Yellow Horse, точнее. Есть такой товарищ, и куда-то там из, то ли из Чироки племени, то ли еще из какого-то другого племени в Америке. И он просто берет 110-й баки и кастомизирует их. То есть, он туда добавляет именно вот это вот, то, что называется, это их индейское искусство. В Америке вообще есть особый тренд на всякие там индейские штуковины. Потому что, ну, как бы, то ли у них чувство вины за то, что индейцев, так сказать, в свое время прессовали, то ли еще как. Не знаю, как это объяснить. Но, в общем, ситуация такая, что, когда это американцы, которые не коридые, приезжают в резервации коридых американцев, они там покупают всякое разное много сувениров. И это пользуется популярностью. Поэтому, товарищ из, если я не ошибаюсь, из племени Наваха, который имеет кличку Yellow Horse, то есть, белая лошадь или желтая лошадь, он, значит, начал в свое время кастомизировать баки 110-й. И вот перед вами типичный пример такой кастомизации. То есть, это ножик, вот, берем наклеечку. Это ножик, который сделан в стиле вот такого вот индейского искусства. Вот именно, вот, как бы вот сюда, да, выковырять, чтобы оно тут, вот, выковыривалось еще бы, хорошо было бы. Да-да, чехольчик вот такой вот есть в комплекте. И вот здесь мы видим, что этот ножик сделан в такой стилистике индейского искусства. Вот здесь у нас вот разный набор камушков есть. Здесь на рукояти у нас рог оленя Villarock. Кто не знает, что такое Villarock, это второе по скорости животное на планете после гепарда. Так что это самое быстрое копытное, скажем так. Вот это рог Villarock. Здесь и вставки из серебра. Вот это конкретно идут две вставочки из серебра. Здесь болстеры, обычно из никеля. Но если вы посмотрите, на этих болстерах есть орнамент. Они немножко так обработаны. Очень разно много есть вот этих вот ножиков у товарища Yellow Horse. Сейчас надо вытереть. Полировка, естественно, в зеркало. Тут прям, как говорится, без вопросов. И здесь опять-таки написано, что это кастом. Вот прям бак 110 кастом. Я не знаю, заводской он или нет. По-моему, Yellow Horse работал тоже и на заводе бак. Но он как бы и отдельно делает. Поэтому вот у меня есть вот такой вот. И это традиционный вариант. Традиционный вариант такого вот ножика, который обычно Yellow Horse и, собственно говоря, и делает. То есть вот такой вот в стиле такого вот искусства, идеи софтоваха. Где-то, кстати, обычно это пишут. Что-то у меня сертификат, я даже не знаю где. Но вот где-то был. У меня есть еще не только этот Yellow Horse. У меня еще есть вот такие вот. Вот такие вот три Yellow Horse. Да, значит, вот можем посмотреть, что он еще делает. Yellow Horse Chief. Это такой вот, типа этот, как называется, вождь. Да-да, вот обычно не кладут. Вот такие вот сертификаты, типа сделано все. Сделано все. Сделано все. Где же это сделано все? Навахо, вот видите, написано. Навахо традиционный, Харитаж, все такое. Ну и вот у меня есть вот такой вот Брайан Yellowstone. Есть у нас кто? Здесь у нас тоже Брайан. Ладно, у меня, кажется, есть только Брайан и Yellowstone. И как бы там отец, сын, дядя, в общем, все эти делают. И вот у меня есть вот такой вот вариант с вождем. Видите, у нас вот здесь вождь нарисован, вот здесь нарисован вождь, вот здесь и вот здесь. Это такой простой вариант. Понятное дело, что это все делается лазером. И особо здесь этот товарищ руки не прикладывал, потому что вот это тоже, оно все сделано лазером. Ну и здесь есть такая гравировочка, что это типа кастом. Видите, вот кастом Брайан Yellowstone. Вот такой вот у меня есть. В комплекте, естественно, вот такие вот ножны. Засунем бумажку. Засунем бумажку обратно, то еще потеряется. Будет обидно. Здесь вот потерялась. Вот у меня такой же шеф есть, но только в мамонте. То есть, видите, здесь написано натуральный мамонтовый зуб. Берем, достаем. Так и... Да-да-да-да-да-да. Ух-ту-ту-ту-ту. Какая красота. Какая офигенская красота. По-моему, это самый прикольный вариант материала для рукояти. Потому что он выглядит классно. И в руке ощущается прикольно. Потому что вот этот вот мамонтовый зуб, он имеет свою определенную структуру. Когда его шлифуют, вот эта вот часть, это типа эмаль. Она сдирается не так хорошо. А вот эти вот промежутки, которые такие вот коричневатые, они типа это дентит. Это тот материал, из которого зубы состоят, грубо говоря, изнутри. И он как бы более мягкий. Поэтому он лучше стирается. И ты прям вот так проводишь его порой этой рукояти пальцами. И прям чувствуешь текстуру этого всего. Это прям, конечно, офигенско. Это прям кайфово, классно и все остальное. Вот у меня есть вот такой вот ножичек в натуральном зубе мамонта. То есть вот от этого товарища Брань Йеллоустона. Конечно, хотелось бы, чтобы мне его доставили в каком-то вот таком вот деревянном ящичке. Ну, что поделать. Ну, и еще один у меня есть ножичек от Брань Йеллоу Хорса. Который называется Голубой Дракон. Я вам уже показывал, как делают, какую красоту делают с этими рукоятками. Но вот есть вот такой вот тоже вариант. Здесь, опять-таки, у нас с лазером сделан один дракончик, второй дракончик, третий дракончик на рукоятке. Ну, и посмотрите, как прикольно сделаны вот эти вот накладочки. На самом деле, их три дракона есть. Есть красный дракон, зеленый дракон. И вот у меня есть вот этот вот голубой пурпурный. Вот такой вот у меня есть дракончик. Прикольный, классно сделанный. Да, понятно, что это эпоксидка. Хотелось бы здесь какой-то натуральный камень. Но все равно сделано очень классно, сделано очень прикольно. Прям в руке лежит офигенский. И мне такое прям нравится. Вот это современно. Вот это то, что вы можете прямо сейчас у Брайана Йеллоу Хорса заказать. И оно вам приедет. И это современный вариант. Вот это более такой олдскул, более такой старенький. То, что делали раньше. Вот. Ну что. Я вроде вам все. До сегодня хватит. Я вроде вам все касты бы показал, что у меня есть. Как видите, прикольненько, классненько. Мне очень нравится. Коллекция БАК-110 закончена. Я не знаю, сколько было сегодня ножей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Семнадцать ножей я вам сегодня показал. Так что, ребята, я молодец. Буду и дальше. Буду и дальше вас знакомить со своей коллекцией. Пока на этом все. В следующем выпуске. Ну, раз у нас есть кастомы. Значит, должны быть какие-то модели. Ну, скажем так, юбилейные. Или какие-то лимиточки. Так что, посмотрим, что мне в следующем выпуске в голову ударит. Возможно, возможно, я вам покажу юбилейные модели. Посмотрим. А пока наслаждайтесь. Я вот думаю, что видео было снято хорошо. Я попытался это сделать на новый телефон. Надеюсь, что все получилось. Ну, короче. Не будь бомжом. Ходи с ножом. Пока.